Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Очень радуюсь, что вы нашли время посмотреть нас, узнать что-то новое. Я не могу не согласиться, в первую очередь, с Евгением Владимировным. В первую очередь, каждому врачу важно выстроить свой бренд в офлайне, то есть получить хорошее образование, получить хорошую базу, научиться навыкам коммуникации, только потом выходить в социальные сети, потому что мне кажется, что это огромная проблема в нашем обществе, что любой, кто возомнил себя экспертом, может прийти и рассказать, а люди в это верят. И получается очень неприятная ситуация, иногда эти ситуации приводят вообще к плачевным последствиям, поэтому, пожалуйста, прежде чем решить выйти в социальные сети, востройте свой личный бренд в офлайне. Давайте перейдем к первому слайду. Эпоха диджитал. Да, люди привыкли всю важную информацию получать онлайн, и с этим спорить нельзя. Когда мне говорят, почему я не могу развивать свой бренд только в офлайне, я всегда говорю, в офлайне вы не сможете рассказать о себе тысячам людей за пару месяцев, тем более, если мы учтем ситуацию с пандемией, нас вообще лишили офлайна в один момент. Поэтому нам нужно выходить в онлайн, и все, кто не хотел, даже туда вышел. Сейчас можно смело заявить, если у вас нет социальных сетей, то у вас нет личного бренда, именно в широком его понимании. Соцсети – это самый эффективный и быстрый способ заявить о себе. Давайте перейдем к следующему слайду и узнаем, зачем же врачу личный бренд в Инстаграм. Первое – это расширять свои профессиональные возможности, знакомиться с коллегами и укреплять свой статус среди них. Второе – это заявлять о себе среди потенциальных пациентов. Эти два пункта укрепляют личный бренд как в онлайне, так и в офлайне. Что же даст успешный блок врачу? Первое – это независимость. Второе – работу на тех условиях, на которых выгодно самому специалисту. Второе – это поток пациентов. И четвертое – это возможность реализации дополнительного дохода. Я считаю, что эти четыре пункта должны, даже если вы до этого говорили, я не буду вести блог, я не хочу, это не мое, эти четыре пункта должны все-таки направить ваши мысли в сторону блога, потому что я считаю, что они весомые, и каждый врач хочет обрести независимость, хочет работать на тех условиях, на которых ему выгодно, хочет, чтобы у него был беспрерывный поток пациентов. И, конечно, любой человек, не только врач, хочет реализовывать дополнительные источники дохода. Это нормально. Давайте перейдем к следующему слайду и узнаем, как строится личный бренд социальной сети. Первое, что я бы очень хотела сказать, это ошибка многих людей. Ко мне иногда приходят врачи, клиенты и говорят, я вам буду платить, а вы выстраиваете мой личный бренд. Я всегда задаю вопрос, а что вы готовы для этого сделать? И иногда мне поступает ответ, ничего, я же с вами буду работать. Нет, так не бывает. Личный бренд, он на то и личный, что нет маркетолога, СММ-менеджера, копирайтера или какого-то гива, марафона, который возьмет и превратит вас в звезду. Нет, личный бренд на то и личный, что ваше участие, что ваша работа здесь просто необходима. Да, конечно, личный бренд, наверное, есть у каждого из нас, потому что личный бренд – это то, что люди думают о нас, то, что они говорят о нас. И у врача это отзывы пациентов, это мнение коллег о нем, это рассказы знакомым и друзьям. Но согласитесь, на отзывах мы не сможем масштабироваться, например, на уровень всероссийский, а благодаря соцсетям можем. Поэтому мы выбираем выход в соцсети, и я рекомендую Инстаграм. Было сказано вначале, что лучше это делать в Фейсбуке. Я не советую это делать в Фейсбуке, потому что Фейсбук, я бы сказала, такая злая соцсеть. Там очень много негативных комментариев, там очень часто возникают такие достаточно негативные дискуссии. Если вы только начинаете вести свой личный бренд, это может весь запал прерывать на самом начале. В Инстаграме это все более мягко, более гладко, и, конечно, начинать лучше оттуда, а потом можно добавлять уже другие соцсети. И вообще, в принципе, начинать вести соцсети лучше с одной, потому что часто требуют соцсети, например, ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб, Инстаграм требуют разного контента, совершенно разного. Иногда его нужно менять. И если вы только зашли, только начинаете, вы и так вкладываете в это много сил, и вам сейчас резко нужно делать контент для четырех соцсетей. Я думаю, что у человека также пропадет очень быстро запал что-то делать, так как он будет просто уставать и не выносить такой объем работы. Я рекомендую начинать с одной соцсети, и это Инстаграм. Как же строится личный бренд именно в Инстаграм? К сожалению, быть просто хорошим специалистом недостаточно. Человеку нужен человек. Люди устали за прошедшие 20 лет от неизвестных брендов, неизвестных лиц, от сухой информации. Они ищут поддержку, они ищут понимание, они ищут похожих на себя. Люди должны видеть в вас ценности, которые им близки. Они хотят вам переживать, они хотят понять в конце концов, что вы не кусаетесь, потому что часто для людей, у которых нет знакомых, друзей или родственников врачей, думают, что врач – это далекое, отдельное существо, которому вообще чуждо все человеческое. Именно поэтому, мне кажется, у нас так в России поход к врачу, как на казнь. Я иду к врачу, все плохо. Но это только потому, что люди не понимают, что вы такие же люди, и вам не чуждо ничто человеческое. Люди должны стать с вами на один путь в решении какой-то проблемы. Они хотят переживать с вами, они хотят с вами делиться чем-то, они хотят вам подражать. Поэтому в соцсетях мы будем на двух основных фундаментах – кто вы как человек и кто вы как врач. Давайте перейдем к следующему слайду. А можно мы будем параллельно сразу вопросы задавать? Вот, например, поступил вопрос. Почему именно Инстаграм – расхожее мнение, что это сеть любителей селфи? В скобочках. Так же, как и одноклассники – это сеть для пенсионеров. Интересный вопрос. На самом деле, я могу, например, от себя сказать, той информацией, которой я обладаю, что в настоящий момент в Инстаграме все-таки сосредоточено 50% трафика, а YouTube, ВКонтакте, одноклассники и так далее поделили между собой меньше 10%. Поэтому все равно сейчас весь основной, скажем так, трафик, все основные пользователи, они сосредоточены в Инстаграме. Если мы говорим о том, что нам нужна какая-то большая аудитория, и она должна быть лояльная, вы сказали, что да, на Фейсбуке аудитория не всегда лояльная, очень там много хейта, поэтому Инстаграм, наверное, в данной ситуации является оптимальной сетью. Правильно? Да, во-первых, это одна из самых популярных соцсетей Гунетти. По последним исследованиям, среднестатистические россияне проводят в Инстаграме около 6 часов в день, но при этом в Фейсбук, в Ютуб и ВКонтакте россияне заходят 1-2 раза в день, при том, что в Инстаграм они заходят около 15 раз в день, поэтому действительно трафик весь сосредоточен там. А почему считается, что на Инстаграме больше женская аудитория, а мужчины, что они в социальных сетях, они не заходят туда, или у них какая-то своя социальная сеть, где они чаще обитают? Знаете, а какой социальной сети мне пока неизвестно, где только мужчины. Ну, просто, насколько известно, там 80% где-то женщин в Инстаграме, да? Да, это правда. В Инстаграме больше всего женщин, это так. Но при этом мир меняется, да, и даже мужчины, которые, может быть, были против социальных сетей, были вынуждены в них выйти в связи с последними событиями. Всё быстро меняется, всё идёт с таким бешеной скоростью, в бешеном ритме, поэтому не стоит скучать, что скоро мужчины к нам наконец-то присоединятся, и очень активны, и в большем количестве. Юрий Игоревич, вы в каких социальных сетях вот сейчас присутствуете? Я во всех. Ну, конкретно. Конкретизируйте, пожалуйста. Конкретизировать? Инстаграм. Так. А сколько у вас аккаунтов в Инстаграме? В аккаунте в Инстаграме? Два. Два. В Контакте. А какой-то личный, профессиональный, правильно? Да. Так. В Контакте. В Контакте. Два аккаунта. А зачем вам два аккаунта в Контакте? Ну, одна личная страница, другая профессиональная. А, то есть так даже. Да. В Фейсбуке у вас что, тоже два аккаунта? В Фейсбуке, конечно, два аккаунта. Да вы двуличный просто, Юрий Игоревич. И, ну, есть еще, конечно, в Ютубе и в Телеграме. У вас есть свой канал на Ютуб? Да. Сколько там подписчиков? Один. Это вы? Я. И Телеграм. Там чуть больше подписчиков, но тоже необходимо развивать, конечно. Вот это да. Я, честно говоря, не знала, что у вас столько... Ну, потому что, вот, например, в Инстаграме не очень удобно читать длинные тексты. И даже когда я смотрю какого-то врача или специалиста начинаю читать, и он там начинает писать о том, какой он молодец, как нужно лечить какое-то заболевание, я поставил лайк на фотку, если оно мне понравилось, и пошел дальше. А если он написал что-то плохое, например, что не соответствует тем или иным? Ну, я лайк на фотку поставил, пошел дальше. А вот люди потом увидят, что лайк поставил, подумал, что Комаров одобрил, Комарову понравилось. Вот я, например, просто была... Почему я спрашиваю? Потому что я была с Вителем, как один из онкологов, у нас как-то раз поставил лайк под фотографией девушки, которая предлагает лечить рак какими-то там народными сборами, травами и призывает отказаться от химиотерапии. Я думаю, я уверена, что он, скорее всего, тоже этот пост не прочитал, просто поставил лайк. Однако я увидела, что он поставил лайк, я подумала, что-то пошло не то. Ну, пациенты-то не знают, они думают, что он-то одобрил, что вот написано. Я что-то не думаю, что пациенты вот в курсе того, что нужно и как отслеживать лайки под каким-то постом. Почему отслеживать? Если я, например, на вас подписана, я захожу, мне будет написано, нравится там 30 и доктор Комаров. Я точно так же узнала, что этот доктор-онколог пролайкал фотографию, где рекомендуют народными средствами. Нет, ну тут я увидела. Я ему написала, говорю, доктор, у вас, по-видимому, какая-то ошибочка вышла. Он говорит, действительно, вышла ошибка и быстренько лайк убрал. Поэтому я бы на вашем месте не лайкала то, что вы не читаете. Вы же не знаете, что написано под постом. Это же комплекс. Хорошо, тогда ряд специалистов лишатся моих лайков. Ну, тогда лучше не лишатся, чем вы будете лайкать то, что вы не прочитали. Я согласен совершенно. Вот, видите, мы сегодня сделали не вот пользу, сегодняшний эфир уже принёс. Так что, если я вам не поставил лайк, то это Евгений Владимирович. Обратите, пожалуйста, что если я вас перестал лайкать, извините. Мне просто лень читать дневные тексты. Пишите короче. Да. Окей. Скажу небольшую вставочку. На самом деле, в последнем исследовании тексты большие в инстаграмме стали читать. Да, раньше их читали меньше. Отстаёте, Юрий Игоревич. Данным их читают. Ура. Ура. Поздравим тех людей, которые читают длинные тексты в инстаграме. Так вот. Когда я говорю, нужно рассказывать, кто вы как человек, мне говорят, кто я как человек. Я вот работаю, вот я тут живу, и всё. И больше ничего интересного у меня нет. Это у меня рассказать совершенно нечего. Тогда я привожу простые примеры. И давайте я вам о них расскажу. Например, мама и врач, которая всё успевает и планирует открыть свою клинику. Обо всех начинаниях и радостях рассказывает в блоге. Что здесь получается? Это мама и врач могла бы тоже сказать, да что у меня, я вот хожу на работу в свободное время, занимаюсь детьми, а так, в принципе, открываю свою клинику. Вроде бы ничего интересного. Но если наш герой начнёт рассказывать, с чем она сталкивается на пути открытия клиники, какая бы эта клиника ей хотела, чтобы она была, какая миссия у неё будет, какие интересы у неё, какие неудачи случаются. Многие люди стали с интересом за этим наблюдать, ведь открыть своё дело, открыть что-то своё. Это мечта многих людей, и многие боятся. Если они в прямом эфире будут наблюдать за человеком, который всё-таки решил всё это сделать, это будет очень интересно, это будет мотивировать, и люди захотят последовать примеру. Второй пример – это врач-исследователь, который занимается клиническими исследованиями, новыми технологиями и рассказывает самую новейшую информацию. Вы подкупите всех. Люди любят быть в тренде. Если вы рассказываете самое новое, самое интересное, они будут вас читать, приходить в компанию, потом говорить, а вы знаете что? И дальше будут пересказы ваших мыслей и ваших текстов. Тем более это будет полезно для пациентов и их родственников. Они смогут узнать так же самую передовую информацию по своему заболеванию. Третий пример – это врач с активной жизненной позицией рассказывает, что такое настоящий ЗОЖ. Здесь, мне кажется, даже можно не комментировать. ЗОЖ – это то, к чему стремятся все люди. ЗОЖ хотят быть все. Все хотят вести здоровый образ жизни. Все хотят бегать утром, питаться правильно, заниматься спортом. Но в 80% случаев это не наступает и не получается. Если врач, который пропагандирует здоровый образ жизни с точки зрения своей специальности, будет показывать своим примером, как заниматься спортом в удовольствии, как питаться правильно, он тоже завоюет сердца своих зрителей. Ведь люди хотят быть похожими на тех, кто в тренде. А ЗОЖ сейчас – ура в тренде. Четвертое – это врач-мигрант, который собирает документы, открывает визу, учит язык и планирует уехать за лучшей жизнью. Мне кажется, что процентов 40 наших граждан хотят уехать за лучшей жизнью. И это плотно сидит в их головах, наверное, чуть ли не с девятого класса. Но мало кто решает. Вот у меня есть знакомые, которые всегда хотели, но до сих пор не уехали. Если они увидят в вас эту решимость, решимость действовать, идти, увидят все сложности, которые происходят у вас, все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и узнают, как решаются эти проблемы, им станет с вами интересно, им станет с вами полезно. А впоследствии наш герой, возможно, уедет в Германию и начнет рассказывать о жизни там, о том, как устроиться на работе, как общаться с коллегами, как сыскать свой круг общения. Это будет его эмоциональный якорь блога, и он будет очень сильным. Пятое – это врач, который не только лечит людей, но и борется за права животных. Борьба за права животных, мне кажется, сейчас, грубо будет сказать, в моде, но это действительно так. И это, мне кажется, хорошо, что в моду выходит ЗОЖ, борьба за животных. Это все очень здорово, и если вы действительно помогаете приютам, боретесь за права животных, делаете какие-то полезные вещи для мира, вы сортируете мусор, не покупаете пластиковые пакеты, поверите, многие люди хотят так же, но для них это сложно и непонятно. Если помимо своей профессиональной деятельности начнете рассказывать про это, вы тоже завоюете сердца своей аудитории. Это все абстрактные примеры совершенно, их не нужно применять на себя и пытаться подогнать под себя, это лишь пища для размышлений, чтобы вы составили свой портрет и поняли свои эмоциональные якоря-блога. С ними вам будет проще составлять контент-план, вы будете понимать, что вам делать, как вам продвигаться и как себя позиционировать. Давайте перейдем к следующему слайду. Можно вопрос, Анастасия? Да. Да, вот сразу вопрос такой, вот, например, ну понятно, что у вас в слайде используются в основном феминитивы. Вопрос, что же делать врачу-мужчине, который не занимается лечением пациентов? У нас есть врач-исследователь вторым пунктом. И мы с вами знаем, о ком идет речь в данной ситуации. Да, ну, например, вот врач-исследователь, понятно, это если там клинические исследования, еще что-то. Ну, вот, например, врач-организатор. Да, Юрий Ильич сейчас на себя намекает. Ну, конечно. Ну, и на самом деле, нам поступил вопрос еще, в каком направлении развивать бренд врача палеоактивной медицины? Мне кажется, здесь такое огромное поле, это та сфера, которая только начинает развиваться у нас в стране, и здесь, мне кажется, вы будете одним из первых, пионеров и первопроходцам, и тут просто поле непаханное. А вот Юрий Ильич интересует, как вот врачу-организатору свой личный бренд строить. Он как бы о своем, о своем. Что болит, то и спрашивает. Если он мужчина, главное, потому что везде здесь везде. Если он мужчина, врач-организатор, и вот похож на Юрия Ильича, как ему развивать свой личный бренд? Если врач очень похож на Юрия Ильича, ему важно писать для врачей, о своей врачебной деятельности для врачей, поднимать уровень образования врачей, учить их деятельности, которой он занимается, и делать все для врачей. Если он занимается лечением пациентов, соответственно, нужно искать другую целевую аудиторию, и в этом случае это будут врачи. И он также может своим примером активной деятельностью мотивировать молодых специалистов двигаться дальше и влюбляться в его блок. Здорово, Юрий Игоревич. Вам сейчас только что рецепт не вам, а про кого вы спрашиваете, про кого-то своего знакомого, который на вас похож. Главное, что это не генерировать трафик пациентов. Нет, ну, конечно, пациенты не ваша целевая аудитория, потому что вы занимаетесь организацией, вы работаете на врач-врач. Конечно. Спасибо, Анастасия. Давайте перейдем к следующему слайду. Это цели. Перед тем, как вы решили завести личный блок, вы просто обязаны оставить себе цели. Почему? Во-первых, это поможет вам также строить контент, понимать, о чем писать и как себя позиционировать. Второе, вы будете понимать, к чему вы идете. Если миссия, в принципе, у медицинских аккаунтов, она общая, и всего две, это либо повышать образовательный уровень пациентов, либо повышать образовательный уровень врачей, чтобы наша медицина становилась лучше, росла и развивалась, то у вас должны быть свои личные цели, к которым вы придете. В блок действительно без прикрасов вкладывается очень много сил, очень много времени, а впоследствии и денег, да, конечно, в продвижение всегда вкладываются какие-либо финансы. И если вам не будет возвращаться ваша энергия, ваши трудозатраты, ваши финансовые затраты, вы очень быстро захотите это прекратить. Цели могут быть совершенно разные. Я привела здесь свои примеры. Это может быть свой кабинет, своя клиника, написание книги и ее продажа или выступление на конференциях и завоевание статуса среди коллег. Также это могут быть какие-то инфопродукты для пациентов или же для врачей. Обязательно перед тем, как завести аккаунт, даже если он у вас есть, заскриншотите это, потом сядьте и подумайте, какая у меня цель и к чему я приду благодаря личному бренду в социальной сети. Давайте перейдем к следующему слайду и узнаем, что потребуется нам для экспертного блока. Первое – это красивый визуальный контент. Я очень часто замечаю, Евгения Владимировна не даст мне соврать, что заходишь к специалисту на страничку, вроде бы информация хорошая, но смотреть на это невозможно. Я бы сказала, больно, больно смотреть. Это либо лифтолуки, либо это селфи, либо это очень низкокачественные фотографии, либо это фотографии в масках. Если я не против масок, классно, отлично, можно использовать в сторис, но, пожалуйста, не используйте в ленте. Во-первых, боль портится качество фото, после того, что вы сфотографируетесь в маске, все идет пикселями. Это смотрится очень-очень некрасиво. Пожалуйста, избегайте каких-то устаревших, старомодных фильтров, избегайте замыленных лиц, когда ни морщинки не видно, и только просто такой глянец. Это очень видно, это очень наигранно, и людям должно быть приятно на вас смотреть. И если мы в оффлайне встречаемся, мы смотрим на то, как человек одет, насколько аккуратно он одет, насколько хорошо он выглядит и презентабельно, то в соцсети можно смело сказать, что вас встречают по ленте, скажем так. Если мне лента неприятно, возможно, я не останусь в блоге в 90% случаев, даже если там будет суперполезная информация. Это просто, мне кажется, такая психология Инстаграма. Второе, что нам потребуется, это анализ коллег. Я считаю, что построение личного бренда в социальной сети, насмотренность – это главный друг. Первое, вы сможете проанализировать, например, пяти своих конкурентов и своей специальности и понять, что они уже делают и как вы можете от них отстроиться. Потому что отстроить – это на самом деле очень важный момент в ведении блога. Нельзя быть похожим на всех остальных. Вас просто будет неинтересно читать. У вас должна быть своя уникальность и благодаря анализу коллег вы поймете, какая она может быть и как вы можете отстроиться. Также вам важно понимать, что пишут коллеги, что вызывает отклик у их аудитории, что наоборот вызывает негатив, что сейчас в топе, а что сейчас абсолютно нечитаемо и не набирает никаких охваток. Третье, что нам потребуется – это контент-план. И тут часто мне на консультациях говорят, вот именно поэтому я не начинаю вести свой личный бренд, потому что есть такое страшное слово «контент-план». И сейчас мы подробнее разберем, как находить темы для блога, как их писать, о чем писать, и даже взберемся, как работать со сториз. Давайте перейдем к следующему слайду. Игорь Игоревич хочет задать вопрос. Да, просто стоит сделать отметку, потому что нас смотрят, например, врачи некоторые, которые не занимаются сейчас социальными сетями. Но они только планируют, они должны понимать, какой объем работы их ждет. Поэтому Анастасия освещает. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что маски и фотографии в масках – это не фотографии в защитных масках, а масках с фильтрами. Потому что если… Ну, сейчас сказали, не надо фотографии в масках выставлять в своей ленте, понимаете? Нет, нет, коллеги, безусловно. Речь идет о масках специальных, которые используют в Инстаграме. Мы не говорим про защитные маски. Это, Юрий Игоревич, очень правильное замечание. Потому что сейчас коронавирус, и это основная профилактика. Вы-то постоянно используете какие-то фильтры или маски, когда снимаете свои сториз, чтобы выглядеть более привлекательно. Ну, мне это не нужно, но… Иногда можете. Это если Евгения Владимировна снимает меня. И еще такой момент. Да. Вот сказали… Анастасия сказала насчет того, что нужно смотреть на других врачей, профили, смотреть, что они пишут, находить наиболее популярные темы. Я вот знаю, например, что есть ситуации, когда пост одного врача начинает, как… не перепущиваться, а перепечатываться, модифицироваться. Я столько уже постов нашла своих вообще. Начинается их дублирование. То есть вот что делать тогда в такой ситуации? Вот это, кстати говоря, очень напрягает. Это так обидно, если честно, когда написал какой-то пост, а потом находишь у коллеги, ну, просто абзацами. Там пару слов переставили местами, а полностью стиль забрали. Целые абзацы. Причем у Галины Сергеевны тоже, нашего ученого-секретаря, уже тоже начали некоторые посты. Вот что делать с такими плагиаторами? Вот это, конечно, очень, скажем так, абсет, как сказать. И опять же, как доказать, что это плагиат? Потому что, например, если одну и ту же тему, ну, вот, как лжеученых там, или, например, нетрадиционные методы лечения, они везде, в принципе, одинаковые. То есть если кто-то про них захотел написать, то плюс-минус напишут примерно одинаково, потому что все пользуются одними и теми же данными. Ну, когда идешь по посту и понимаешь, что просто пост просто перепечатан из твоего, ну, как бы сложно, когда мысли одинаково совпадают. Причем иногда предложения даже формулируются одинаково. Вот что делать с плагиатом, да? Я думаю, что нужно радоваться. Значит, вы растете. Это слава. Это слава, это признание. Ничего с этим не сделаешь. Смысла нет доказывать плагиатчикам, что это мое удалитие. Я думаю, вы только потратите нервы, но ваша аудитория, да, она именно ваша, и человек, который плагиатит, который не имеет своей уникальности, своего личного бренда, никогда не вырастет. Это мое личное мнение. Думаю, что оно правильное. Человек не сможет вырасти на чужом контенте. Рано или поздно контент закончится, и люди захотят узнать что-то личное, что-то о человеке, а он просто не сможет об этом написать. Поэтому радуйтесь и понимайте. Это признание. И вот тут вопрос по анализу коллег, да, то есть это как анализировать свою деятельность, формирование личного бренда врача, и как получить обратную связь. Интересный вопрос. Как анализировать свою деятельность? Если это имеется в виду анализ коллег, то мы на самом деле... Какие-то конкретные показатели. Может быть, прирост подписчиков, может быть, какая-то монетизация, а фидбэк сложно представить. Наверное, это только у специалиста можно фидбэк получить. Ну, смотрите, говорить о монетизации, например, первые три месяца сложно, но если у вас идет органический прирост подписок, да, у вас растут охваты, лайки, вам пишут люди, да, они интересуются вашими темами, значит, вы все делаете правильно. Если, конечно, вы пишете посты, используете какие-то бесплатные методы продвижения, да, это могут быть хэштеги, геотеги, это может быть общение в комментариях, в комментариях более успешных блогов, где вас замечают, это могут быть припосты ваших друзей, подписчиков, это все методы бесплатного продвижения. Если вот благодаря ним вы получаете органический рост, у вас прирастают комментарии, подписки, лайки, да, вы идете в правильном направлении. Если этого нет, то нужно пересмотреть свой контент, значит, что-то вы делаете не так. Ну, в конце концов, сейчас же много разных инструментов, да, кто-то себе берет менеджера в поддержку, а если возможности менеджера взять нет, в конце концов, можно, например, там раз в три месяца брать консультацию, предположим, там, маркетолога, менеджера Инстаграм, чтобы спрашивать, в какую сторону в дальнейшем двигаться. Верно? Мне вообще кажется, что это обязательно. Даже я беру консультацию маркетолога, СМР-специалиста, потому что мы видим вот так, да, всегда в свою сторону. Иногда нужно брать общее мнение, да, общественное мнение со стороны, чтобы люди посмотрели другими глазами и сказали, какие есть ошибки, какие есть недочеты. Это очень правильно. Я считаю, что это важно. Вы правы. Хорошо. А какой тогда метод вы посоветуетесь все-таки для анализа коллег использовать? А зачем вам анализировать коллег? Вы на кого-то информацию собираете? Для блога необходимо провести анализ коллег. Ниши, насколько я думаю, там конкурентов может быть много. С помощью чего? Я и хотел спросить. С помощью чего проводится анализ коллег? Давайте спросим. С помощью чего проходит анализ коллег? Я считаю, что первично это можно сделать просто руками, да. Если вы мамолог, да, если вы онколог-химиотерапевт, например, вы набираете онколог-химиотерапевт в строчечке инстаграм-поиск, нажимаете поиск по аккаунту, смотрите 15 блогов, например, выделяете 5, которые вам с первого взгляда визуально понравились, заходите в каждый отдельный и смотрите, какой визуал у профиля, какая шапка профиля, есть ли ссылка, что написано в шапке профиля, цепляет ли ты или не цепляет, о чем говорит доктор, какие темы освещает, что у него есть в сторис, выписывайте себе в таблицу все это и потом анализируйте. Применять, наверное, какие-то массовые методы, привлекать программы на первичном этапе, я считаю, что в принципе не нужно, это уже можно делать, когда соцсети как-то начинают развиваться, там уже более 3-4 тысяч подписчиков, уже можно подключать что-то стороннее. Для начала это совершенно не нужно, это можно делать самостоятельно, буквально за пару часов. Какое-нибудь название программы, чтобы Юрий Игоревич... LiveDune, мне очень нравится LiveDune, я люблю эту программу, она анализирует абсолютно все приросты, кто ваша аудитория, какого она пола, сколько ей лет, как она к вам приходит, есть ли боты, соответствуют ли лайки, количество аудитории в вашем блоге. И вы можете понимать, если лайки у нас не соответствуют, у вас тысяча подписчиков, а лайков 15, возникает вопрос, почему? И вы понимаете, что эти цифры не соответствуют. А я скажу, что есть такой зверь, он именуется вовлеченность, и можно его высчитать вручную. Например, тысячу подписчиков делим на 100, умножаем на 3, и у нас получается критическая масса лайков. Столько лайков должно быть под вашей фотографией минимум. Комментарии... Тысяча, давайте посчитаем, сразу же применим на практике. Юрий Игоревич, откройте свой профиль, пожалуйста. Тысяча делить на 3? Тысяча делить... Сколько у вас подписчиков на доктор Комаров? Ну, вы же должны примерно знать. У вас было недавно... 666. 666, Юрий Игоревич, подписчиков. Мы делим на сколько? На 100. Ага, 666 делим на 100. Умножаем на 3. Умножаем на 3. У вас... Вот получилось 20. Что это значит? Это минимальное количество лайков под фотографией должно быть. А у Юрия Игоревича 97. Ему каждый шестой лайкает. 103. Ну, он звезда. Иначе мы сказали. Давайте посмотрим теперь комментарии. А комментарии. Давайте смотреть, Юрий Игоревич. Значит, под последним постом у него 10 комментариев. Что это означает? Теперь берем критическое число лайков, которое у нас получилось. Также делим на 100. Делим на 100. И умножаем на 3. И умножаем на 3. У Юрия Игоревича должно быть 0,6 комментариев. Я попадаю в эту... То есть, может и не быть. То есть, его 10 – это, на самом деле, победа. У него высокая вовлеченность аккаунта. Правильно? Очень высокая, получается, в районе 9%. Вы просто звезда. Это потому, что я вас иногда в сторис отмечаю. Вы должны понимать, откуда ветер дует. Отлично. Хорошо. Хорошо. Давайте дальше. Значит, анализ коллег лучше проводить вручную сначала. Потом можно подключать уже дополнительные сервисы. Почему лучше вручную изначально? Потому что это бесплатно, как минимум. А подключать сразу много сервисов, оплатить за подписку, я думаю, не стоит. Это можно использовать уже позже. Давайте разберемся, как же найти тему для контента. Первое – это спросить своих близких или пациентов, что им интересно. Я уверена, что если вы сядете со своим знакомым, скажите «Мария, расскажи, что тебе интересно по моей специальности». Я думаю, Мария даст как минимум 3-4 темы вам для контента. Вспомнить, какие чаще всего вопросы задают на приеме. Прямо сесть и выписать, что чаще всего меня спрашивают. Если вы не можете вспомнить, значит, с завтрашнего дня берете с собой блокнот, ручку и после каждого приема записываете вопросы своих пациентов. Проверить Google на наличие мракобесия на вашу тему и развеять эти мифы. Евгения Владимировна часто использует такого рода контент в своем блоге. У нас она развеивает мифы, борется с альтернативщиками. Это очень, кстати, классный контент. У него большая вовлеченность. Всегда люди любят узнавать правду. Что есть, то есть. Еще борюсь с недоказательным подходом в лечении пациентов. И озвучиваю препараты, которые не применяют в развитых странах западных. Тоже очень это люди любят. Они на самом деле очень удивляются, когда им назначили вот такой список препаратов. Начинаешь по каждому препарату, так сказать, пройдешься по каждому из списка, и окажется, что в мире-то и не слышали про эти виды терапии. Да, все именно так и есть. Проанализировать, какие ошибки в назначениях делают коллеги и написать, как правильно. Почему бы и нет. Это об этом я говорила в анализе конкурентов. Если вы видите, что ваш коллега не прав, и стандарты доказательной медицины другие, напишите, как правильно. Указывать коллегу, я думаю, не стоит. Об этом стоит ему написать в директ, что он не прав, и скинуть ссылки. Но прилюдно казнить, я думаю, не нужно. Нужно даже в соцсетях соблюдать субординацию. Открыть поиск в Инстаграм по тегам и вбить тег вашей специальности, например, кардиолог, и посмотреть, какие посты в топе. То есть, когда вы набираете в поиске кардиолог, выбираете поиск по тегам, вам выдается в первую очередь те темы, которые собрали больше всего охвата. Точнее, посты, которые собрали больше всего охвата. Вы можете их почитать, подумать, и, возможно, вам придет какой-то инсайт в этот момент. Что же мне написать? Либо вы увидите какой-то пост, который будет действительно хороший, но вы бы хотели его подать по-другому, рассказать немного о нем по-другому. И шестое. У кого есть подписчики, можно спросить у них. Также, если у вас 200-300, я думаю, они всегда с удовольствием и с радостью подскажут вам, что же они бы хотели узнать. Потому что люди хотят знать много, и много их волнует. Давайте перейдем к следующему слайду и узнаем, какие же есть вечные темы, которые могут использовать все. Я абсолютно уверена, потому что я применяла это на практике. Эти вещи могут, может любой специалист, будь то кардиолог, гинеколог, эндокринолог или онколог построить под свою соцсеть. Это мифы, недоказательные препараты, как мы уже сказали в предыдущем слайде, Евгения Владимировна сказала, бесполезные обследования. Что делать, если заболела? Если у вас заболела спина, приляжьте, отдохните, а потом идите к врачу. Я условно уфрирую, но в принципе это можно использовать, какие-то советы первой помощи. Что сдавать перед приемом, если у вас вот такой вопрос. Если человек приходит к вам с определенной болью или с определенными высыпаниями, возможно, есть какие-то анализы, которые он может сдать до приема, чтобы картина была более полной. Вы здесь очень поможете и заработаете себе прям плюсик, копилочку репутации. Как понять, что перед вами хороший косметолог, кардиолог, гинеколог, онколог и так далее? Очень часто, когда я эту тему предлагаю, мне говорят, а почему я буду советовать вообще других врачей? Не жадничайте на советы. Люди могут пока не иметь возможности к вам прийти, потому что они живут в другом городе. Возможно, у вас очень плотная запись, человеку нужно срочно выбрать врача. Возможно, финансово он пока не может к вам попасть. Но если благодаря информации, которую вы дадите, он найдет действительно хорошего специалиста, который ему поможет, вы знаете, он обязательно порекомендует вас знакомым и не одному, а двум, трем, четырем, и от этого даже выиграете. Следующая тема – это скрининги. Ваши кейсы. Ваши кейсы – это своего рода репутационный контент. Вы рассказываете, какой клинический случай у вас был, что вы сделали, что вы получили, помогло это, не помогло, через какое время. Люди могут узнать здесь себя, историю своих родственников, друзей, им может это в чем-то помочь. Конечно, вы получаете себе плюс к репутации, потому что это репутационный контент, и если он действительно был интересным, полезным, отклик не заставит себя ждать. Также это могут быть интересные случаи с практикой, например, когда ваше второе мнение изменило кардинальный ход лечения. Эта тема также относится к репутационному контенту. По постам, наверное, все. Если есть вопросы, задавайте, и потом мы перейдем к сториз. Итак, переходим к вопросам. Здравствуйте. Есть ли создан личный бренд в Инстаграм, но малый охват подписчиков? Не раз сталкиваемся с тем, что людям даже страшно заходить при виде слова онколог. Есть ли какие-то фиктивные способы, чтобы популяризировать свою страницу? Интересный вопрос. Я не сталкиваюсь, потому что люди не хотят заходить только потому, что онколог. Я думаю, проблемы не в этом. И Евгения Владимировна опять не даст мне соврать. Коллеги, у меня 48 тысяч человек не боятся заходить ко мне на страницу, поэтому у вас предвзятое отношение к специальности. Пожалуйста, 48 тысяч человек заходят и не боятся. На самом деле, например, это химиотерапевт, а вот хирург. В смысле? Химиотерапевт? Это, мне кажется, еще страшнее, чем хирург. Пациенты думают, что хирург отрезал и забыл, а вот химиотерапевт, вот это вот зверь еще тот. Вопрос такой. Как вы относитесь к тому, что хирурги некоторые публикуют видео своих операций, кейсов они там не выкладывают? Подождите, но мы не ответили на предыдущий вопрос, это Юрий Игоревич. Давайте вот сейчас... Мне казалось, что ответили. Нет, мы не ответили. Я просто решила подбодрить человека, который спросил коллегу, а Анастасия сейчас скажет, что нужно сделать, чтобы привлекать подписчиков, что вот маленький охват в блоге онколога. Я думаю, что дело в контенте либо в описании. Если, конечно, у вас написано врач-онколог, пишу о страданиях, боли и слезах, то, возможно, я уверена, что в этом проблема. Посмотрите свою шапку профиля, насколько она отражает, напишите там что-то позитивное, напишите, что вы пишете о позитивной онкологии в плане того, что вы не пишете о боли, смерти и так далее, что вы рассказываете о самых современных подходах, о том, что онкология вылечивается и посмотрите контент, который вы пишете, действительно ли он интересен пациентам, вашей целевой аудитории. Возьмите-ка пять неврачей, людей далеких от специальности и спросите, попросите почитать ваши посты и узнайте, насколько им было интересно. Возможно, они, скорее всего, не укажут на ваши ошибки, недочеты и после их комментариев попробуйте переделать свой контент. Что тогда по поводу публикации в социальных сетях видео или фото с операцией либо с каких-то с точки зрения пациента и, в принципе, не врачей, так называемый шок-контент? Шок-контент. Шок-контент. Шок-контент я не одобряю или не одобряю от Инстаграма, не одобряю, в принципе, Фейсбук. Что я считаю нужно делать? Если очень хочется выставить операцию, не нужно ее просто выбрасывать, чтобы человек листал ленту спокойно и тут наткнулся на кровь, резьбу. Поставьте заставку, первым слайдом в Инстаграме можно публиковать до 10 слайдов, поставьте первым слайдом, что в последующих слайдах будет операция и кто хочет, может посмотреть. Уже действительно, кто захочет, он обязательно посмотрит. Если человек понимает, что такого рода контент ему не интересен, то, соответственно, он пропустит. Также стоит делать сториз перед выкладкой какого-то шокового контента, сделать заставку, что далее будет шоковый контент и всем детям, слабонервным, лучше его пропустить. Ну, а лучше не выкладывать зачем? Если вы пишете для пациентов, навряд ли им будет это интересно. А если будет интересно, то я даже не представляю, в каком формате. И я сама снимала операции, хочу заметить, пластические операции, например, на носовую перегородку. Можно снимать так, что в логе и всего остального видно не будет. Это будет интересно, наглядно, но никакого шокового контента не будет. Попросите кого-то поснимать именно так. А если, например, специалист развивает себя с точки зрения продвижения бренда среди специалистов, такие же, например, хирург хочет повысить как узнаваемость себя среди хирургов. И вот он публикует такие операции. Но, опять же, мы же не можем ограничить доступ туда пациентов или родственников пациентов, кого-то. Тогда хирург должен предупредить, например, в шапке провеля, что он выкладывает такой контент, и пациент уже должен сам решить, заходить ему, смотреть ему это, или не стоит совершенно этого делать. И момент такой еще в дополнении к этому. Если пациент себя узнал в кейсе, не дав письменного согласия, это является нарушением конфиденциальности, и врач уязвим юридически. А придуманные кейсы не работают, потому что неубедительно. Что с этим делать? Быть убедительной. Не указывать имена, фамилии. Ну, бывает так, что, если, например... Мне кажется, именно про пациента была речь, я думаю, сложно. Ну, и, в принципе, нужно учиться договариваться, как Евгения Владимировна сказала, общаться с пациентами. Лучше спросить разрешение, наверное, сказать, что я не буду публиковать ваше имя, фамилию, да, сколько-то определенные данные, но я бы хотела рассказать об этой истории. И мне кажется, что люди редко выдопротив, тем более, если вы действительно помогли пациенту, и вы хороший специалист, почему бы ему таким образом не сказать вам спасибо. Стоит ли брать письменное с него согласие на публикацию этих данных? Мне кажется, это больше вопрос к юристу. Я здесь пока не могу вам сказать и ответить точно, чтобы не ошибиться. Буквально такой блиц. Стоит ли покупать подписчиков? Вы сказали, что нет, прирост должен быть гармоничный в блоге, накручивать искусственно блог не нужно. Вопрос поступил. Смотрите, это очень опасная и кривая дорожка. Накрутить можно. Проблем нет. У вас будет красивая цифра 10, 20, 30 тысяч. Но что она вам даст? Я вернусь к тому, что я говорила о целях. Если, например, ваша цель получить приток пациентов, то как вам поможет эта мёртвая гора людей? И также алгоритмы Инстаграма очень умные, да, они очень современные. Они понимают, что если у вас 30 тысяч подписчиков, а лайков у вас 15, то что-то где-то не соответствует. Значит, вы либо людям неинтересны, и они вас не лайкнут, они вас не комментируют, либо это люди искусственные, и вам автоматически занижаются все охваты, они режутся. Вы перестаете показываться в ленте. Я знаю много блогов, которые себя потопили, и даже если там было, например, 5 тысяч своих живых, хороших подписчиков, человек либо участвовал в гиве, либо накручивал себе там 30 тысяч подписчиков, и его блог просто топился. Либо приходилось чистить вручную 30 тысяч, либо приходилось заводить совершенно новый блог. Не накручивать, не участвовать в гивах не стоит. Исключение составляет только узкие, специализированные медицинские марафоны. Да, что такое гив вообще, в принципе? Я, например, являюсь организатором гива, я предлагаю какого-то блогера, чтобы блогер проекламировал этот гив, мы предлагаем людям получить iPhone Pro в подарок. Для этого им нужно подписаться на всех спонсоров. Спонсоров обычно 50-100. Да, то есть как выглядит гив глазами потребителя. Ладно, попытаю удачу, попытаюсь, я пропала, так, я на месте. Попытаюсь, попытаю удачу, подпишусь на 50 спонсоров, а после окончания гива отпишусь от них, либо просто перестану их читать. Да, соответственно, для вас это стоит денег. Вопрос, кто от этого выиграет? Никто, скорее всего, ни пользователя не получит свой iPhone, ни вы не получите целевую аудиторию. Что такое накрутка? Это просто вам в блог накручивают 30, 40, 50 тысяч ботов, а бот – это аккаунт, который не ведет никакой деятельности, да, это более полугода нет ни публикации, ни активности, и все это висит мертвым грузом, и ничего, кроме цифры, не дает. И я бы сказала, что на цифру сейчас мало кто смотрит, отлично монетизируются и продвигаются блоги из тысячи, из полторы тысячи, из 20 тысяч подписчиков. Поэтому ориентируйтесь обязательно на качество, на качество своих подписок. Люди, которые к вам придут, люди, которые смогут у вас купить, люди, которые будут с вами в контакте, да, и взаимодействовать, чем люди, которые будут висеть мертвым грузом. А можно про ГИФ сразу? Ну, например, там популярные блогеры в ГИФах разыгрывают, машины, автомобили, компьютеры. А вот если подумать над тем, какой бы ГИФ, ну, опять же, мы поняли, что здесь может быть... Врачу-онкологу. Например, там бесплатный прием, там врачу-диагностику, диагностика... А если у человека, если у человека, господи, никто не болеет, зачем ему розыгрыш-консультацию? А, извините. Зачем, например, человеку, который просто интересующийся читателю, у которого никто не болеет, получать ГИФ в виде консультации? Нет, так мы же не говорим, что для онколога конкретно, мы же общая концепция для продвижения бренда врача. Да что угодно, можно книгу разыгрывать. Бесплатная компьютерная томография. Ну, это так себе. Мне кажется, уж лучше какую-то книгу разыграть и она интересная и полезная. Я против розыгрыша своих услуг, своих бесплатных услуг, каких-то диагностических прозыгрышей. Мне кажется, что это обесценивает вас как специалиста в принципе. Если разыграть действительно, как сказала Евгения Владимировна, книгу, подписку на какой-то интересный ресурс, либо что-то еще походу в театр, в конце концов, это будет намного весомее, интереснее. Поверьте, к вам не придут, я скажу сейчас грубо, халявщиков, которые просто хотят бесплатный прием. К вам придут участвовать люди, которые действительно заинтересованы в вас, заинтересованы в вашем призе, а не в том, чтобы получить что-то просто бесплатно. У меня про бесплатный недавно у меня было одно из самых странных предложений в моем блоге. Мне написал доктор-психолог и сказал, вы не могли бы меня прорекламировать, а за это я вас проконсультирую. Я говорю, большое спасибо, у меня в жизни все хорошо, и ваша консультация мне пока не требуется. Коллеги, вопрос. Сколько нужно тратить времени на социальные сети для раскрутки? Наверное, не меньше двух-трех часов в день, да, Анастасия? Если вы занимаетесь самостоятельно, это не меньше трех часов в день. Если у вас есть помощники, копирайтеры, либо менеджеры, то, возможно, это выйдет около часа, часа двадцати в день. Вот это вред. А с какой периодичностью вообще нужно выкладывать посты? Если вы только начинаете вести свой блог, вам важно его заполнить, выкладывайте в первое время, например, каждые два дня. В последующем, когда вы наберете первую девятку постов, у вас будет такая страничка уже презентабельная с какими-то темами, да, все будет оформлено, вы можете выкладывать два поста в неделю. Постить каждый день либо каждый час я вообще не рекомендую. Это просто называется уже спам, а не постинг. Окей, ну что, тогда двигаемся дальше. Вопрос еще будет поступать. Мы будем на них отвечать. Давайте перейдем к следующему слайду. Это слайд про сториз. Мне кажется, это важно, это интересно всем, и сториз волнует всех. Почему же вообще они важны? Основной трафик и активность сейчас в сториз. Сториз – это ключ к вашему личному бренду. О чем я говорила вначале. Мы держимся на двух фундаментах. Кто мы как человек, и кто мы как врач. Если в постах мы 80 контент публикуем примерно профессионального, то в сториз все наоборот. В сториз вы рассказываете, как вы относитесь к каким-либо ситуациям, как вы относитесь к ситуации в мире, как вы относитесь к своим коллегам, как вы относитесь к работе своей. Люди видят все это. Люди видят, чем вы увлекаетесь, чем вы занимаетесь в свободное время, что вам близко, от чего вы наоборот сторонитесь. И сториз – тут люди узнают вас как человека. Снимать их очень важно, очень нужно. И часто я говорю, составьте контент-план для сториз. Меня спрашивают, как? Как можно составить контент-план для сториз? Поэтому на слайде я написала. 50% сториз – они спонтанные. Они возникают по ходу вашего дня. Предположим, вы идете по детской площадке, замечаете ситуацию, которая для вас неприемлема, и вы об этом рассказываете своим подписчикам и спрашиваете их мнение по отношению к этой ситуации. Конечно, предсказать, что вы пойдете именно в это время, именно мимо этой детской площадки, там произойдет какая-то ситуация, сложно. Поэтому 50% возникает спонтанно. Остальные 50% могут быть заранее придуманные темы. Это могут быть разбор случаев из практики в сториз. Это может быть тест-опрос на тему вашей специальности заранее подготовленными ответами. Это может быть рубрика «Вопрос-ответ». Кстати, подписчики очень любят, очень ждут, рекомендуют проводить хотя бы раз в неделю. Это могут быть списки литературы, фильмов и полезных ресурсов от вас. Это могут быть рассказы, как вы совмещаете работу и семью, как вы исполняете ресурсы после работы, чем занимаетесь свободное время, какой образ жизни вы пропагандируете. Это все можно заранее прописать, составить себе контент-план и понимать, даже если те 50%, которые возникают спонтанно, у вас не получается выкладывать, у вас нет времени или очень день проходит насыщенно, у вас всегда есть заготовленные рубрики, которые вы можете выложить, и вы будете всегда в онлайне. Давайте перейдем к следующему слайду. Как чередовать контент в сторис? Бывает такое, заходишь на страничку, вроде все хорошо, переходишь в сторис, а там 10 подряд селфи-видео без разбора, без текста снятые непонятно как, и ты вот ищешь какой-то другой контент, сидишь, но не находишь его. Важно чередовать контент. Невозможно удержать внимание человека на одном и том же материале, если вы делаете селфи-видео, снимаете себя, и у вас уже не тире, где у нас сторисы отмечаются, а просто точки такие, именно точки, когда очень много, как у Ольги Бузовой примерно это происходит, и все они сделаны просто картинки или просто видео окружающего вас обстановки, или это селфи-видео, человек просто не будет это смотреть, потому что это надоедает. Важно чередовать контент. Это могут быть ваши селфи-видео, и обязательно в селфи-видео, когда вы что-то говорите, дублируйте текстом, текстом то, что вы говорите, хотя бы тезисно. Люди часто смотрят без звука ваши сторис, и если у них рядом спит ребенок, либо они на работе, в этот момент находятся либо в метро, они просто пролистнут вашу сторис, у вас упадет охват, потому что сторис пролистывают. Не забывайте тезис написать, что человек мог задержаться, и если даже не послушать, то почитать вас. Это могут быть гифки, это могут быть видео с каких-то мероприятий, это могут быть тесты, опросы, вопросы, разного рода интерактивы, это могут быть фотофоны, это могут быть какие-то нарезки из видео. Я вот здесь привела на слайде пример, как можно чередовать контент, что это вообще значит. Первое, это ваше фото, ваши фотографии и планы на день. То есть сегодня планирую выпить кофе, полечить пациентов, поехать в театр и вечером пообщаться с мамой, а поздно вечером буду писать для вас пост. Это наши планы на день на вашем фоне. А далее у нас разговорные сторис, например, подводка к посту с интригой. Да, вы говорите, а вы знаете, что такое заболевание не лечится этим, или вы думали, вы никогда не думали, что этот препарат без доказанной эффективности. Что вы думаете по этому поводу? Да, люди заинтригованы, а где же правда? А дальше у вас патанон с нового поста, где как раз вы раскрываете тему из предыдущей сторис. Потом вы делаете тест-опрос по новому посту с вариантами ответа. А дальше у вас идет разговорная сторис с вашим мнением и отношением к инфоповоду. У нас опять будет селфи-видео, но мы уже перед этим делали анонс поста и сделали интерактив. Инфоповоды могут быть разные. У нас раньше был вирус, доллар, профилактика. Но это может быть инновация в медицине, это может быть ситуация относительно конкретно вашего города или праздника. Вы можете рассказать, что мне кажется, что организация праздника просто на высоте, мне все очень нравится или наоборот мне вообще не нравится. И в следующей сторис вы можете спросить у подписчиков, а вы как относитесь к этому, к этому расскажите, вам нравится или вам не нравится, вы носите маску в магазин или не носите, к примеру. И дальше вы выкладываете самые интересные ответы на фотофоне, либо смешные, либо интересные, обсуждаете их с подписчиками, ответы своих же подписчиков. Далее это может быть гумеранг или гифка, гумеранг или гифки мы снимаем прямо в Инстаграме, когда мы заходим в создание сторис, там есть такой значок бесконечности, получается очень интересного вида контента. Чем вы занимаетесь сейчас, может быть, нагибки готовите, играете, убираетесь, занимаетесь с ребенком, пьете кофе, неважно. А в конце вы можете выставить на фоне своего фото итоги дня, к примеру. У нас вначале были планы на день, мы собирались пить кофе, лечить пациентов, ходить в театр. Вы можете сказать, что кофе выпила, пациентов полечила, а в театр не успела, застряла в пробке, но сейчас сажусь писать для вас новый пост и скоро скину то, что обещала. И последняя сторис у вас идет срок на какой-то интересный пост или ресурс. Конечно, брать за правила эту схему не нужно. Ее можно брать за такой шаблон написания своего плана на день. Главная мысль здесь, что мы используем разного рода контент. У нас есть интерактивы, фото, видео, гифки, бумеранги, ссылки на ресурсы. И у нас нет либо говорящей головы, 10 сторис подряд, либо просто какого-то текста на однотонном фоне.